Гамильтона В сегодняшней лекции универсальный, интегральный, инвариант, Пуанкаре. Итак, почти все лекции в этом семестре мы будем начинать с уравнений 1. Нам даны уравнения Гамильтона. К с точкой это h с индексом p, p с точкой это минус h с индексом q, q и p обобщенные координаты и импульсы, h функция Гамильтона, которая зависит от переменных Гамильтона и времени. Ну и для краткости hq это частная производная dh по dq, hp это частная производная dh по dp. Значит, q вектор n-мерный, p q вектор n-мерный. Уравнение 1 это система 2n уравнений первого порядка. Давайте рассмотрим семейство задач Каши 2. Значит, фиксируем начальный момент времени t0 и задаем начальные условия q нулевое, как q нулевое от s и p нулевое, это p нулевое от s. s-параметр числовой. Ну, без уменьшения общности можно считать, что он належит отрезку 0,1. И q нуль от единички обязательно равно q нуль от нуля, а p нуль от единички равно p нуль от нуля. То есть начальные условия q нуль от s и p нуль от s, они образуют в пространстве qp замкнутой кривую. Ну, а в пространстве qp и t тоже замкнутой кривую, лежащую в гиперплоскости t равно нулю. t равно t нулевое. Вот мы так условно нарисуем. Вот q, p, t, расширенное фазовое пространство. Вот где-то зафиксировали момент времени t0. Ну, и на этом уровне у нас есть начальные условия q нуля от s и p нуля от s, которые образуют замкнутую кривую гамма 0. И на этой кривой мы выбираем определенную ориентацию. Неважно какую, ну давайте против часовой стрелки для определенности. Значит, гамма 0, замкнутая кривая, ориентированная. От нуля, конечно же. Спасибо. От нуля. Хорошо. Понятно, замкнутая кривая. Далее. Решение семейства задач Каши, конечно, тоже образует семейство решений. q равняется q от st, и p равняется p от st. 3 это значит семейство решений. Семейство задач Каши 2 для уравнения 1. Понятно, да? Это можно написать. Решение задач 1,2. Ну и в силу теоремы единственности решения, ну или в силу принципа детерминированности, что одно и то же, у нас, естественно, выполнено соотношение q от 1t тождественно равно q0 от t и p от 1t тождественно равно p от 0t. Правильно? Поскольку при с равном нулю и при с равном единичке начальные условия совпадают, значит, и решения совпадают. Тождественно по времени. Ну и, значит, вот мы выпускаем решения из каждой точки кривой гамма 0, и они образуют трубку. То есть решения 4 образуют трубку решений. Решения 3 виноват, не 4. Решения 3 образуют трубку решений. Теперь, если я зафиксирую какой-то момент времени t и на этом уровне проведу сечение этой трубки, то я... ой, плохо получилось, не на одном уровне t. Сейчас это вот до сюда идет, да, вот так. Да, вот так. Значит, мы получим на фиксированном, каком произвольном, но фиксированном времени t, мы получим, что у нас есть кривая гамма с индексом t, тоже замкнутая в силу соотношения 4, и мы на ней выбираем ту же самую ориентацию. Ориентация такая же должна быть. Вот это гамма с индексом t. Далее, значит, введем вариации. Дельта q по определению, это dq от st по ds на дельта s. Ну и дельта h, это hq на дельта q плюс hp на дельта p. Это мы определяем вариации фазовых переменных и функций Гамильтона. Значит, вариация изохронная. Все вариации изохронная. Вот. Ну а теперь введем вот такой интеграл. Ип, это интеграл по замкнутому контуру гамма t, для произвольного t, p, дельта q. Вот это называется интегральный инвариант, универсальный интегральный инвариант Понкаре. Ну давайте, чтобы не писать мне это в действие. У, и, 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 и Вот. Интегральный тоже понятно, это интеграл по замкому контуру. Пуанкаре тоже понятно. Это потому, что его ввел Пуанкаре. А вот инвариант пока непонятно, но мы сейчас это докажем. Значит, ясно, что когда я беру интеграл по замкому контуру гамма t, то у меня в общем случае и p, конечно же, зависит от времени. Вообще говоря, чисто теоретически. Кривая гамма t зависит от времени. Разные моменты времени-то разные кривые. Ну и вроде бы как и p должно зависеть от времени. А на самом деле справедлива теорема 1. Значит, это и p, это константа. То есть от времени она не зависит. Ну, значит, другими словами, интеграл по гамма t, p дельта q, тождественно равен интегралу по гамма 0, p дельта q. То есть в любой момент времени интеграл по замкнутой кривой гамма t всегда равен интегралу по исходной замкнутой кривой гамма 0. Значит, вот утверждение теоремы 1 как раз и говорит о том, что это инвариант. Доказательство несложное. Значит, вот здесь начну доказательство. Должно поместиться. Доказательство. Честно считаем и p с точкой. Это интеграл по гамма t замкнутому контуру, оп, но ориентированному, конечно же. Хотя здесь-то не обязательно. Нет, нет, чтобы все они одной ориентации надо написать. А вот здесь-то обязательно надо указать. Потому что если я здесь возьму одну ориентацию, здесь другую, у меня будет знак минус. Это интеграл по гамма t, p, дельта, q с точкой. Значит, вариация изохронная. Значит, интегрирование по параметру s и дифференцирование по времени, они так все это можно переставлять. Поэтому я могу написать, что это интеграл по замкнутому контуру гамма t, p, дельта, q с точкой. В силу изохронности. Понятно, да? У нас было такое уже в прошлом семестре. Когда изохронность все очень можно менять. Ну, дальше честно расписываем. Это интеграл по гамма t, p с точкой дельта, q, плюс p, дельта, q с точкой. Здесь ничего сложного нет. Далее опять пользуемся свойством изохронности. Интеграл по замкнутому контуру гамма t. Здесь будет p с точкой дельта, q, это остается. А здесь я могу написать p на дельта, q с точкой. Дельта дифференцирования по s, точка по t, я могу их переставлять местами. Ну, а теперь так мы напишем. Интеграл по замкнутому контуру p с точкой дельта, q, плюс дельта от p, q с точкой, и минус q с точкой на дельта, p. Правильно? Это тождественное преобразование. Первое слагаемое осталось на месте. Второе мы разложили на разный из двух слагаемых. Это же по замкнутому контуру. И повторяю, что, так сказать, интегрирование идет по s, а дифференцирование по t. А s и t независимы. Я могу переставлять местами. Это вот во втором варианте Пуанкаре-Картана, там так нельзя сделать будет. А здесь изохронность. Так, понятно. Ну, а дальше уже все просто. Это интеграл по замкнутому контуру гамма t, дельта от p, q с точкой, от полной вариации, плюс интеграл по замкнутому контуру гамма, p с точкой дельта, q, минус q с точкой дельта, p. Вот это ноль. Интеграл по замкнутому контуру от полной вариации, конечно же, ноль. Ну, а это оставшееся слагаемое в силу уравнений Гамильтона. Это и есть интеграл по замкнутому контуру гамма. Вот минус hq на дельта q и минус hp на дельта p. Или минус интеграл по замкнутому контуру гамма t, дельта h. Это ноль. Поскольку p и q решение системы уравнения 1, то p с точкой это минус dh по dq, а q с точкой это dh по dp. Опять-таки получаем интеграл по замкнутому контуру от полной вариации функции. Это тождественная ноль. Значит, теорема 1 доказана. Теперь, оказывается, справедлива и обратная теорема. Что вот очень важно как раз. В каком смысле? Сейчас поясню. Давайте рассмотрим систему обыкновенных дифференциальных уравнений вида 5, по-моему. q с точкой есть q большое от q, p и t. p с точкой есть p большое от q, p и t. Не гамильтонова, а просто. Система обыкновенных дифференциальных уравнений. 2n уравнений, 2n переменных. Система 2n уравнений 1 порядка. Для этой системы уравнений рассматриваем семейство задач Каши. 2n. Удовлетворяющие, конечно же, тем же самым условием. В итоге получаем некую кривую гамма 0 при t равном t0. Далее рассматриваем семейство решений задач Каши. 3. Но при этом получаем кривую некую гамма t. А далее вычисляем интегральный вариант Панкаре и p. То есть вводим вариации, как и раньше, и вычисляем их p. И вот справедливая теорема 2. если и p есть константа, то существует функция h, зависящая от q, p и t, такая, что q это есть dh по dp, а p большое, q большое, а p большое, это и есть минус dh по dq. Ой, минус hq. То есть если для системы дифференциальных уравнений общего вида удается доказать, что существует интегральный инорянт Панкаре, это будет означать, что эта система на самом деле не общего вида, а обязательно гамильтонова. Обязательно гамильтонова. Доказательство простое. Я переписывать не буду, но вы можете переписать. Значит, доказательство. Мне дано, что и p константа, то есть 0, это и p с точкой, и так далее. И, значит, в итоге мы получаем, что вот это равно нулю. Я не знаю, будете переписывать? Нет, я могу, так сказать, вот постоять, подождать. То есть доказательство сначала повторяет. Только нам уже дано, что и p с точкой равно нулю. Считаем и p с точкой, приходим к тому, что вот это, этот интеграл по замкнутому контуру, есть 0. Понятно? Значит, 0 равняется p с точкой, и так далее, и так далее, и так далее. Это сократилось. В итоге 0 равен вот этому интегралу. Или наоборот, интеграл равен нулю. Ну, давайте вот это я напишу. То есть, интеграл по гамма t, p с точкой дельта q, минус q с точкой дельта p, равен нулю. Из того, что и p константа, получается, что вот этот интеграл равен нулю. А значит, под интегральное выражение есть вариация некоторой функции. Да, ну еще дальше. Используем, так сказать, поторопился. Используем то, что p и q – это решение системы дифференциальных уравнений 5. И значит, получаем, что интеграл по замкнутому контуру гамма t, p большое дельта q минус q большое дельта p равен нулю. Вот это получили. Понятно это? Значит, отсюда, из последнего соотношения, вот из этого, следует, что обязательно существует функция f от q, p и t, такая, что... p – это есть df по dq, а q – это есть минус df по dp. Потому что под интегралом должна стоять полная вариация некоторой функции f. Вот это должно быть дельта f. Ну и дальше, значит, мы выбираем функцию Гаммельтона как функцию минус f. f, если h равно минус f, тогда q – это есть dh по dp, а p – это есть минус dh по dp. Все, теорема доказана. Значит, для любой гаммельтоновой системы, независимо от функции Гаммельтона, интеграл p дельта q есть константа, в этом стоит именно универсальный интегральный вариант по Анкаре, когда у нас все изохронно. И наоборот, если есть произвольная система обыкновенных дифференциальных уравнений вида 5, и для нее имеет место, что и p равно константа, то эта система обязательно Гаммельтонова. Со всеми вытекающими из этого последствия. Значит, это не очень сложно. Вот второй вопрос сложнее. Слово универсальное убираем. Интегральный пишем с большой буквы. Так, по Анкаре добавляем картана. Значит, интегральный инвариант по Анкаре картана. Вообще, интегральными вариантами, ну, картан много занимался, но, так сказать, отдавая дань значит, по Анкаре, который первым, так сказать, ввел понятие интегрального инварианта, значит, картан считает, что это именно по Анкаре картана надо называть. Ну, по Анкаре нельзя не упоминать, точнее, это уже дальше сами называть по Анкаре по Анкаре картана. Так, нумерация у нас будет новая сейчас, но кое-что будет совпадать. Совпадать будут, конечно же, уравнения 1. То есть, опять пишем уравнение Гамильтона. И задаем семейство задач Каши, для которого уже и момент времени Т0 зависит от параметра С. При этом надо добавить, что Т0 от единички равно Т0 от нуля. То есть, задаем семейство задач Каши 2, Т0 зависит от параметра С, но К0 и П0 тоже зависят от параметра С. При этом, значит, это семейство задач Каши образует некую замкнутую кривую в пространстве П, Ку и Т. Но эта кривая уже, так сказать, не изохронная. Ку, П, Т, ну вот такую кривую какую-то нарисую. Гамма, там у меня была гамма прямая, поскольку было все в гиперплоскости, Т равно константы, а здесь мне удобнее рисовать такую гамма непрямую. Называется гамма красивая. Понятно, да? Понятно. Значит, рассматриваем решение семейства задач Каши 1,2. Эти решения тоже образуют семейство 3. Ну и для этих семейств обязательно выполнены соотношения семейств решений обязательно выполнены соотношения 4. Да, на этой кривой, естественно, на гамма 0 убираем некую ориентацию. Вот здесь при изложении второго пункта, поскольку здесь есть параметр Т, как бы время текущее, и параметр есть начальные, так сказать, и конечные условия, мне здесь удобнее не произвольное Т написать, а Т1, где Т1 произвольное. Значит, во-первых, семейство, естественно, тоже образует трубку. То есть, решение задач 1,2 тоже образует трубку. А вот теперь я возьму Т1 произвольное Т1 от С и проведу сечение этой трубки замкнутой кривой. Получу кремую гамма 1. Гамма 1. Ой, нарисовал прямую кривая. С той же ориентацией. Значит, вот здесь Т0 от С, здесь Т1 от С. Но, чтобы вот не путать параметр начальных конечных значений решения на отрезке Т1 от С и текущий параметр времени для решения. Текущий, который фигурирует здесь, производная по этому риму. Понятно? Вот. Ой. Опять здесь гамма 1. Той же ориентации берем. Значит, введем вариации. Дельта Т это ДТ по ДС на дельта С. Ну, а Дельта К, Дельта П, Дельта H, как было. Значит, вариация неизохронная. Неизохронная. Ну, и дальше вводим интегральный вариант по Анкаре Картана, но я пишу буковку С, ну, С, Картан. Картан первая буква С. это П Дельта Ку. Ой, подождите, я не там С написал. Господи. И с индексом С, это интеграл по вот этой какой-то замкнутой кривой гамма. П Дельта Ку минус H Дельта T. Значит, есть исходная система Гамильтона 1, и Картан, рассматривая вот такие сечения трубки, косые, непрямые, вводит вот такой интеграл. Он уже включает под интегральное выражение функцию H. Поэтому слово универсальный нету в названии. То есть для каждой гамильтоновой системы свой инвариант. Вот. Вот, значит, ввел Картан вот такой интеграл по замкнутому контуру. Гамма с волной, я здесь без всякого индекса писал, произвольная гамма с волной. Вот какая-то здесь вот гамма с волной. Гамма, не с волной, гамма-ориентированная. Что-то я сегодня путаюсь в обозначениях. Ориентированная та же самая ориентация какая-то есть. И вот справедливо теорема 2, а вот здесь я напишу. Теорема 3 сегодняшней лекции, не 2, теорема 3. и c равно констант и так, если мы берем, так сказать, косую кривую гамма, замкнутую, то, чтобы получить инвариант, мы должны обязательно, так сказать, еще функцию гамма-ориентированную учить. Вот это неуниверсальность. Доказательство значительно сложнее. Я, так сказать, так просто не сделать, потому что вариация не изохронная. Так быстро не поменяешь. Доказательство поэтому приведем таким образом. Доказательство. Возьмем произвольный s, принадлежащий отрезку 0,1. Вот беру какой-то s. И нахожу уже решение не семейства, а решение для этого s. гамма-с от t. Это q от s, точка запятой p от s. То есть взял на кривой гамма-0 замкнутой отдельную какую-то точку. Из нее выпустил решение гамма-с от t. Ну и остановился на каком-то времени t1. Тоже зависим от s. Значит, гамма-s от t рассматривается на отрезке t0 от s, t1 от s. Вот для этого s. Понятно, да? это достаточно сложное доказательство, поэтому так сказать, если что непонятно, сразу спрашивайте. так. Ну и для этого, значит, до этой кривой я вычисляю действия по пуанкаре. a от гамма-s, это интеграл по кривой гамма-s, p q с точкой минус h dt. Действия по пуанкаре вычисляю вдоль вот этой кривой гамма-s. Теперь давайте возьмем s плюс дельта s. В качестве параметра значит, вот какую-то точечку на кривой гамма-0, которая вот здесь s, а вот это s плюс дельта s. s плюс дельта s. И для нее получим кривую гамма с индексом s плюс дельта s. То есть тоже из этой точки выпускаем решение и рассматриваем его на интервале времени t0 от от s плюс дельта s запятая t1 от s плюс дельта s. Здесь было от t0 от s до t1 от s, там от t0 от s плюс дельта s и t1 s плюс дельта s. Вычисляем действия по понкаре вдоль кривой гамма s плюс дельта s. Это значит, интеграл будет от t0 от s плюс дельта s, а здесь t1 от s плюс дельта s, а здесь p кусточкой минус h dt. Я повторяю, что я не буду выводить формулу функционального анализа, но я к ней подведу и поясню, как ее строго пусть-пусть это функциональный анализ вам доказывает. Так, теперь напишем, вот разность посчитаем, а от гамма s плюс дельта s минус а от гамма s ну и это есть дельта а от гамма s плюс о малое от дельта s понятно? Разность значений, так сказать, функции в точках s плюс дельта s и s это есть линейная часть плюс малый добавок, правильно? Как всегда. дельта а от гамма s вот это функан функциональный анализ формула это есть p дельта q минус h дельта t в пределах t0 от s t1 от s и плюс интеграл по замкому контуру сейчас значит p дельта q плюс дельта s плюс интеграл господи интеграл от t0 от s до t1 от s дельта от p q с точкой минус h dt вот это формула функционального анализа формула первой вариации поскольку в а гамма s я его стер а нет вот у меня так с пределы интегрирования по t они варьируются а вот здесь я не написал t0 от s t1 от s интеграл по времени от t0 от s до t1 от s значит они переменные то их тоже надо варьировать если бы они были константы у нас было бы только это поскольку они переменные появляется вот это дополнительное слагаемое это в функциональном анализе вам должны доказать строго вот так сказать аккуратно но идея без всяких там epsilon delta без всяких строгих математических возрождений которые пусть функциональный анализ проводят идея видна из этой картиночки я вот от этого интеграла отнимаю вот этот интеграл то есть значит я к этому интегралу прибавляю этот интеграл правильно а если я возьму весь замкнутый контур у меня конечно получится ноль но вот этот кусочек и этот кусочек они с разными знаками идут потому что в разных направлениях это вот это и есть понятно да идея понятна но дальше все это можно строго аккуратно доказать итак мы получили вот это из последней формулы следует что дельта а от гамма с это есть p дельта q минус h дельта t в пределах t0 от s t1 от s плюс интеграл вдоль кривой вдоль кривой гамма s от t от t0 от s до t1 от s вдоль кривой гамма s от t p q с точкой q с точкой минус h p на дельта p минус p с точкой плюс h q на дельта q dt то есть если честно варьировать там вот здесь у меня вариация уже внутри стоит так вот я второй интеграл плюс здесь все-таки не поместилось я более подробно более крупно напишу q q с точкой q минус h p на дельта p минус p с точкой плюс hq на дельта q dt точно точно так же вот как мы первые или мы должны проварьировать там и так далее и все у нас получится вот как при исследовании интегрального варианта панкар панкары из универсального интегрального варианта панкары вот ну ясно что второе слагаемое ноль поскольку гамма s от t это решение на интервале t0 значит вот это ноль и это ноль и это значит есть p дельта q минус h дельта t вытесная в пределах t0 от s до t1 от s потому что второе слагаемое ноль в силу того что гамма s от t это решение итак полная вариация вариация значит действия по панкаре вычисленная вдоль кривой гамма s равна вот этому а теперь возьмем интеграл по s от 0 до 1 дельта а от гамма s от левой и правой части значит раз левая часть равна правой части то интегралы по s от 0 до 1 от левой и правой частей они совпадают p дельта q минус h дельта t t0 от s t1 от s все интегралы по s берутся вариация по s интеграл по s левая часть 0 интеграл от полной вариации по замкнутому контуру это 0 понятно это да интеграл от полной вариации 0 по замкнутому контуру ну или более подробно если написать вот так можно писать вот это равно a от гамма 1 минус a от гамма 0 а это 0 а справа что стоит смотрите вот у меня маленький кусочек а я интегрирую по s от 0 до 1 значит справа у меня стоит интеграл по замкнутому контуру гамма 1 p delta q минус h delta t минус интеграл по замкнутому контуру гамма 0 той же ориентации p delta q минус h delta t здесь интегрирую это вот это а здесь со знаком минус интегрирую вот это и получаю разность интегралов по гамма 1 значит отсюда следует что интеграл по гамма 1 с волной не с волной с ориентацией p delta q минус h delta t равен интегралу по гамма 0 p delta q минус h delta t подробно подробно напишу но напоминаю что гамма 1 это любое t1 от s мы брали мы не какое-то определенное t1 от s брали а любое ну и отсюда следует что интеграл просто по гамма p delta q минус h delta t есть константа она равна так сказать интегралу вычисленную по начальной кривой то есть теорема 3 доказана не знаю уловили во время лекции или нет а или более менее ну в общем не особенно ну так сказать может быть непривычно еще не очень сложно но конечно сложнее чем универсальный интегралный вариант банкары там то все просто значит теорема 3 тоже обратимо то есть справедлива теорема 4 если для решений семейства задач каши 2 для системы кусточка равняется ку от ку п и т п с точкой равняется п от ку п и т ну это я сотру у вас уже было написано значит рассматривается рассматривается произвольная система обыкновенных дифференциальных уравнений значит если до лишения системы семейства задач каши 2 для системы 5 существует функция х х от q p и t такая что и с индексом c равно константе то q это h p а p большое это минус h куб то есть аналогичная теореме 2 обратная теорема но так сказать поскольку там универсальный там так сказать не было вот этого дополнительного условия в и c входит какая-то функция h а у нас для системы 5 никакой функции h нет поэтому если рассматриваем произвольную систему уравнений рассматриваем семейство задач каши с начальными условиями в расширенном фазовом пространстве на замтой кривой гамма так сказать красивое нулевое и ну существует функция h такая что интегральный инвариант картана есть константа ну это инвариант тогда значит обязательно система опять это гамильтонова с функцией гамильтона h которая фигурирует формула для и c вот эта разница понятно да значит доказывать не буду доказать без доказательства и так и так достаточно сложный билет будет у кого будет интегральный вариант картана прямая теорема с доказательством обратная без доказательства значит третий пункт лекции это некая такая так сказать я бы сказал игра в бисер значит уравнение уитекера так рассмотрим гамильтонову систему 1 q с точкой есть h p p с точкой есть минус h q при этом функция гамильтона не зависит от времени рассмотрим стационарную гамильтонову систему уитекер 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 есть такой был такой точнее ученый у него есть учебник по теоретической механике уитекер итак рассмотрим стационарную гамильтонову систему тогда естественно эта система допускает интеграл сохранение гамильтонян гамильтонян сохраняется это у нас было в прошлый раз ну значит для механических систем этого предполагать не надо ну так сказать на всякий случай предположим на будущее значит пусть ой предположим что выполнено условие такое dh по dp с индексом n не равно нулю но для механических систем гамильтонян естественно зависит от всех импульсов поскольку он квадратичная часть определенно положительна по импульсу ну так сказать для пусть dh по dpn не равно нулю ну тогда из 2 при условии 3 мы можем найти решить уравнение 2 относительно pn и pn написать что это есть мне удобнее написать со знаком минус минус k функция которая зависит вот теперь я введу новые обозначения q с чертой p с чертой tau и h значит q с чертой это набор первых n минус 1 координаты p с чертой понятно pn у меня отделилась это первые n минус 1 импульс а через tau я обозначил qn qn h константа она от нее решение конечно зависит понятно да то есть интеграл 2 при условии 3 всегда можно разрешить относительно относительно последнего импульса и представить его в виде функции которая зависит от всех координат первых n минус 1 импульса и константы h ну вот первые n минус 1 координаты я для краткости к совокупности первых n значит n минус 1 координаты аку с чертой обозначил аку n через tau вот так теперь смотрите у нас система гамильтонова исходная значит для нее имеет место интегральный вариант Панкаре и p интеграл p по замкнутому контуру гамма прямому p дельта q есть константа для исходной системы есть интегральный инвариант Панкаре здесь стоят все p и q значит я могу этот и p я не буду так я могу представить интеграл по гамма p дельта q в таком виде это будет интеграл а здесь у меня будет ставить p с чертой дельта q с чертой плюс p n на дельта q n минус k на дельта tau это тождество я здесь пока не написал какой интеграл а здесь я нарисую гамма косое с волной то есть для исходной системы у меня фазовые переменные q и p для них интеграл и p такой дальше я так перехожу к новым переменным тогда исходный интеграл по кривой гамма прямой в пространстве p q но он будет косой в пространстве p с чертой q с чертой tau понятно вот а это не что иное как и с индексом c но вот ограниченный с чертой это интеграл картана и это константа а значит в перемендах p с чертой q с чертой наша система гамильтонова с гамильтонианом k и значит у нас есть система уравнений 5 q с чертой штрих это есть k p с чертой p с чертой штрих это есть минус k q с чертой что-то штрих это есть d что-то под это это понятно это некая игра ума игра в бисер если кто читал сейчас мы я поясню почему это я именно так называю потому что особого приложения уравнений уитекера не имеют но тем не менее значит есть ли исходная система гамильтонова с n степенями свободы гамильтонян исходной стены не зависит от времени то есть имеет место интеграл энергии интеграл сохранения гамильтона ну для натуральных систем это интеграл энергии а в общем случае это обобщенный интеграл то на фиксированном уровне интеграла энергии уравнения этой системы тоже можно записать в форме Гамильтона, но если исходная система уравнений, их было 2n уравнений, n степеней свободы, то на фиксированном уровне Гамильтониана у нас получается Гамильтоновая система уже с n-1 степенью свободы. Но правда, была стационарная, стала нестационарная. Она нестационарная, поскольку функция k, она в общем случае от qn зависит, и значит она зависит как бы от нового времени. Вот эти уравнения называются уравнением Уитекера. Это уравнение Гамильтона нафиксировано уровне Гамильтониана исходной системы. Гамильтониан, который от 3D где зависит. Можно показать, что уравнения Уитекера представляют собой Гамильтоновую форму уравнений Якоби, которые были у нас в прошлом году. Помните, что такое уравнение Якоби? Это уравнение Лагранжа, консервативной голономной механической системы на фиксированном уровне интегралы энергии. Вот уравнения Якоби, они имеют Лагранжевую форму, если в уравнениях переменных Якоби, там в уравнениях Якоби делать преобразование Лежандра, перейти к каноническим переменным, получится уравнение Уитекера. Теперь, почему это игра в бисер? Давайте рассмотрим простейший примерчик, элементарнейший примерчик линейной гамильтоновой системы с двумя степенями свободы. Чтобы не возиться с индексами, я, значит, так веду. Значит, Н равно двум, Q1 обозначу через Y, Q2 через, ой, Q1 через X, Q2 через Y, P1 обозначу через U, P2 через V. Значит, канонические переменные, Q1, Q2, P1, P2. X, Y, U, V. Пусть функция Гамильтона имеет вид 1, 2, U2 плюс V2 плюс 1, 2, X2 плюс Y2. Два линейных осциллятора, не связанных между собой. Правильно? Элементарные еще вещи. Давайте нарисуем уравнение Уитекера для этой системы. Функция Гамильтона от времени зависит. H равно H. отсюда получится, что V равно корень квадратный из 2H минус U2 минус X2 минус Y2. Ну, или корень квадратный из 2H минус U2 минус X2 минус Tau квадрат в соответствии с моим обозначением. P2 я выразил, а Q2 я обозначаю через Тау. Ну, и это есть функция минус K от U, X, Тау и H. Значит, давайте напишем уравнение у Итекера. Значит, D, D, Dx по Dtau, Dx по Dtau, X' это есть. Dk по D, по D, значит, K это с минусом, и здесь минус, значит, здесь будет плюс Q корень квадратный 2H минус U2 минус X2 минус Tau2. теперь Dу по Dtau, Dу по Dtau, это есть минус Дk по Dx, значит, минус на минус даст плюс, а под интегралом минус X2 на сидей будет минус X делить на корень из 2H минус U2 минус X2 минус Тау2. Вот уравнение у Итекера. Это система двух неавтономных уравнений с устрашающими правовыми частями. А в исходных переменных какие уравнения? x с точкой равно u, u с точкой равно минус x. y с точкой равно v, v с точкой равно минус y. Здесь четыре уравнения, здесь два. А что проще? Исходное, конечно. Поэтому уравнение у Итекера, так сказать, некий изыскума. Я считаю, что это игра в бисер в чистом виде. Но, тем не менее, есть такой факт. Обычно, так сказать, это всегда в учебниках приводится и в лекциях приводится. Собственно, и уравнения якоби приводятся, которые не менее неудобны, чем уравнения у Итекера по сравнению с исходными уравнениями Лагранжа. Уравнения якоби, если с исходными уравнениями Лагранжа сравнены, то они, конечно же, тоже весьма громоздкие. Но, действительно, это... Первый еще универсальный интегральный вариант Панкаре, наверное, все-таки понятно, значительно лучше. А вот этот интегральный вариант Панкаре-Картана и уравнение у Итекера, это, конечно, посложнее. Ладно, в следующий раз начнем канонические преобразования. На сегодня тогда все.